всем привет добро пожаловать на портал невроза мегаполиса мы находимся в самом центре города москва на одной из самых оживленных улиц и сегодня канал невроза мегаполиса обсуждает такую невротическую тему как компания nl international или energy diet energy про вынудили меня снять эту тему хотя она прямого отношения к паническим атакам агорафобии депрессии навязчивость им не имеет никакого совершенно но поскольку все-таки это можно назвать некоторым неврозом мегаполиса то я решил эту тему осветить к тому же мне очень важно поделиться своим мнением поскольку я имею непосредственное отношение к спорту и по второму образованию персональный тренер я хочу сказать свою позицию разбирать мы будем на самом деле два очень важных аспекта я вам буду показывать нутриентный состав я вам буду рассказывать о содержании этих коктейлей и 2 мы будем говорить о маркетинге сразу хочу вам сказать что я не буду никого призывать к чему-то или я не буду никого отговаривать поверьте огромное количество моих знакомых является дистрибьюторами этой компании и я не буду говорить о том что они плохие или хорошие и да и тем более после сегодняшнего ролика вы поймете что нету в этом ничего не плохого не хорошего поэтому давайте начинать итак первое чего бы я хотел начать это ингредиентный состав я подготовил для вас нарезочку фотографий с нутриентным составом на порцию и на 100 грамм как обычно это принято писать на упаковке разных коктейлей энерджи дает разных вкусовых линеек по большому счету вкус не отличается от ингредиентного состава посмотрите пожалуйста я хочу вам показать некоторые фотографии ингредиентного состава а стандартный продуктов энерджи линии энерджи дает вы видите ингредиентный состав мы видим белки жиры углеводы витамины минералы да мы видим некоторые процентное соотношение вот посмотрите внимательно до белка столько-то углеводов столько-то жиров столько-то витамины такие-то микроэлементы такие-то нету в этом составе ничего из ряда вон выходящего обычный стандартный состав любого коктейля или дополнительного спортивного питания как мы его еще называем а теперь посмотрите на фотографию тех продуктов которые есть у меня дома которыми пользуется уже много лет любой спортсмен что является дополнительными добавками к общему рациону вы видите то же самое белки углеводы жиры но видите немножко увеличенное количество белков углеводов и жиров да те же витамины все то же самое посмотрите на другой коктейль который я тоже часто использую на самом деле если вам показывать все фотографии всех спортивных питаний всего мира в принципе компании вейдер компании твейдлоп компании мульти пауэр компании оптим нутришн компаниям мчп компа и и прочие прочих десятки сотни тысяч вы увидите на самом деле примерно одну и ту же историю вы увидите белки жиры углеводы витамины аминокислоты вы увидите минералы либо вы увидите исключительно аминокислотный состав именно незаменимых аминокислот но в любом случае так или иначе вы увидите все одно и то же и так вывод номер один посмотрите еще раз внимательно нутриентный состав энерджи дает ничем не отличается от обычного спортивного дополнительного питания которые уже десятилетиями представлены на рынках спортивного питания всего мира вот это надо понять мы не можем говорить о том что ингредиентный состав энерджи дает плохой потому что мы видим что все достаточно стандартно но точно точно так же мы не можем сказать что этот состав какой-то выдающийся он во многом уступает по соотношению нутриентов очень кали большому количеству аналоговых продуктов которые уже много лет продаются спортпитах спорт в магазинах спортпита просто вы об этом не знаете потому что вам в инстаграме это не показали вам не показали это в инстаграме вам не показали это в соцсетях вам не рассказали об этом блогеры потому что вы просто об этом не знали и так вывод первый еще раз нутриентный состав ничем не выдающийся и ничем не отличается абсолютно ну и теперь собственно говоря вторая самая главная наверное история потому что я считаю что здесь у менеджеров компании н.л. можно и нужно учиться на самом деле если вы хотите развивать свой бизнес или помогать развивать свой бизнес вы должны учесть некоторые фишки компании н.л. которые действительно привели компанию к хорошему успеху прежде всего с точки зрения маркетинга надо понять что существует производство это производство того же самого спортивного питания возьмем компанию вейдер компания твенн лап оптим внутри шин мульти пауэр я не знаю виппи лап и так далее у них у всех есть производство производство нужно сбывать сости среднестатистическая компания которая производит добавки такие же точно белковые коктейли аминокислотные комплексы витаминные комплексы заменители пищи или просто чисто белковый коктейль сейчас мы поговорим о линии energy прод скажем тогда на самом деле сбывать это достаточно сложно ребят это большой геморрой потому что конкуренция огромная огромные десятки компаний в америке в европе стоят на банна в ряду друг с другом придите в любой магазин спортивного питания вы увидите огромное разнообразие вот этих больших банок до вот этих вот цветных пакетов и так далее это и есть спортивное питание это не стероиды это не запрещено все что продается вот в таких магазинах с такими яркими упаковками это не противозаконно это абсолютно легальные продукты которые ничем не отличается по своему нутриентному составу не от andere дает мне они отличаются те же белки жиры углеводы витамины минералы и так далее просто где-то больше состав на белок делается а где-то белок там 5 компонентно сейчас мы об этом поговорим где-то больше углеводов где то меньше углеводов где то больше белок такой-то и такой-то и такой-то вот и вся разница этому уже обсуждали поэтому продавать это если бы энерджи дает как линия до или energy pro как линия многокомпонентного белка час я расскажу что это такое а вышло бы в стандартном варианте просто на полку магазина вы бы это никогда не купили они бы не продавались потому что репутация уже зарекомендованных себя брендов как оптиону 3 шинлепил об в эйдер трен лап и сан nutrition да и так далее вы бы не смогли с ними конкурировать поэтому компания nl international пошла очень хитрым грамотным с точки зрения маркетинга и с точки зрения политики партии ходов ход сделал очень грамотный они поняли что сегодня фитнес индустрии и фитнес-блоги в instagram например очень популярны очень популярны девчонки которые выступают фитнес-бикини очень популярна в instagram то что принято называть фитнес няшки да вот эта вся история соответственно они поняли что зачем вставать на полку в магазин когда можно продавать это через сеть людей которые очень неплохо выглядят потому что действительно это единственный способ продать хорошо тот продукт которого произвели так вот была сделана политика партии следующие никаких заходов торговые сети никаких за заходов в розничную продажу зачем это нужно нужно всего лишь навсего сделать хороший процент тем людям которые будут этот продукт рекомендовать и продавать и здесь сделали 2 очень важный правильный с точки зрения маркетинга шаг если это попросить скажем вот среднестатистического человека вы у него купите какой-то коктейль с белком жиром углеводом там с витаминами да не купите никогда а если вы instagram блогер да где у вас там полмиллиона подписчиков или сто тысяч подписчиков вы девочка с очень эффектными формами на которые которыми которые привлекают внимание и если вы скажете что я пью вот это и даже вы будете пить самое что интересное место еды потому что спортивные добавки для того и были сделаны чтобы дополнить питание людей да например спортсмены не успевают принимать там 5-6 приемов пищи но много кушать сложно они сделали коктейль заменили эту еду как бы выпили да чтобы это было быстро девочка фитнесняшка точно так же поступает она сидит на каком-то на какой-то диете она принимает дополнительно эти коктейли это фотографирует показывает свои результаты и у вас складывается полнейшее впечатление о том что этот результат сделали какие-то чудо-коктейли но во всяком случае у людей которые в этом не разбираются на самом деле это всегда было дополнительным питанием девочка сидит на диете она сидит на низком количестве углеводов она не ест сладкое мощное она сделает кардио обязательно она ходит спират тиражерный зал она бегает она выполняет определенный определенное количество тренировочного режима вместо с этим собер соблюдает режим питания и например какой-то из какой-то из приемов пищи заменяет коктейлем тот же energy дает например или она принимает например много компонентный белок energy pro что такое energy pro давайте про это это обычный много компонентный белок посмотрите на этот слайд вот вы видите состав energy pro а теперь посмотрите на состав протеина который я принимаю очень часто это протеин который я пью на ночь это тот же самый многокомпонентный белок что такое многокомпонентный белок это смесь белков которые вступают гидролизацию постепенно это похоже на нефть который нагреваясь в разной температуре дает разные соответственно элементы вот многокомпонентный белок выделяет аминокислоты в кровь постепенно какие-то какой-то белок расщепляется быстро какой-то белок медленнее какой-то очень медленно вот этот Этот продукт очень хорош, когда вам нужно постоянно длительное поступление аминокислот в кровь. Этот продукт есть у всех компаний. У Вейдер, Оптим Нутричн, MHP, Сан. Везде есть линейка многокомпонентного белка. Вот NRG Pro ничем не отличается. Абсолютно. Соответственно, второй фишкой это работа с блогерами. Это работа именно с фитнес-блогерами. Почему вы видите огромное количество, что именно красивые инстаграмы, что именно спортсменки и спортсмены начали это продавать? Раскрываю вам простую банальную истину. Не потому, что этот продукт имеет в своем нутринентном составе какое-то чудо. Он ничем не отличается от стандартной истории с спортпитом. Просто-напросто, когда у вас есть канал аудитории, например, вы блогер в инстаграм, или вы блогер в твиттер, или вы блогер в фейсбуке, или в ютюбе, и у вас большое количество, большая аудитория, и вы хорошо выглядите, возможности, что купят именно через вас. А фишка же заключается в том, что ты не можешь пойти просто в спортпит-магазин и купить это, потому что ты увидел это в инстаграм у Васи Петров, у Марии Ивановны. Ты должен у Марии Ивановны это заказать, потому что именно Марии Ивановне придет определенный процент продаж. И там выстраивается потом сеть, что Мария Ивановна говорит, а давай ты тоже красивая девочка, у тебя там 5 тысяч фолловеров, а вот ты красивая девочка, у тебя 15 тысяч фолловеров, а давай мы прокачаем твой инстаграм, у вас будет вообще там 30 тысяч фолловеров, и вы все будете продавать. Но на самом деле продавая уже через нее, они тоже получают свой, она тоже получает свой процент как организатор сети. Поэтому такая история сетевого маркетинга достаточно стандартная. Да, каждый получает процент с каждого, но опять же, очень надо понимать, что вы потребляете обычный, стандартный европейский спортпит, который неплохой и нехороший по своему нутриентному составу. Он абсолютно обычный. Просто вам его показывают не с полки магазина, а вам его показывают с полки инстаграма. Вот и вся на самом-то деле разница. Поэтому людей, которые продают энерджи дай, это спортсмены, спортсменки, фотофитнесняшки, нельзя обвинять в том, что они продают плохой продукт. Нельзя обвинять в том, что они продают какую-то гадость. Они продают обычный, средне-заурядный европейский спортпит, который ничем не отличается, аналогов которого существует огромное количество. И более того, существует огромное количество препаратов по ингредиентному составу лучше. Просто вы об этом не знаете, потому что они стоят на полках в магазинах спортпита. Вот и вся разница. Поэтому вывод сделаем такой. Продукты энерджи про и энерджи дай это обычный спортпит среднестатистической. Нет в этом ничего необычного. Люди, которые продают это через себя, получая за это проценты, обычные дистрибьюторы, то же самое, что я буду производить вот эти рубашки. И я буду говорить тебе, Петь, давай ты будешь продавать эти рубашки, я тебе буду платить 15%. Вот и все. Ничем это не отличается. По поводу всяких подарков компании, понимаете, когда вам один дистрибьютор или сеть дистрибьюторов делает оборот в несколько миллионов в месяц, вы знаете, купить в кредит, который ты потом этот кредитный мерседес будешь выплачивать, ну несложно, поверьте. Но зато как это красиво, представляете? Но прикол-то в том, что когда вам дарят этот мерседес, вы выплачиваете кредитными деньгами, а вы продавать должны продукта в месяц на, допустим, 30 тысяч рублей. Вот если вы продали продукта на 30 тысяч рублей, тогда у вас, значит, кредит погашается. То есть вам не дарят мерседес, вы его погашаете продуктом. Можете представить, как это выгодно. В общем, ребята, компании NEL постарались на славу, они на самом деле большие молодцы, а по большому счету все грамотно сделали для того, чтобы зарабатывать деньги, ну и, конечно же, давать зарабатывать деньги своим представителям. Но опять же, ребят, еще один такой момент, не каждый может заработать на этом, поверьте мне, я уверен, что это видео посмотрят люди, которые пытались этим заниматься. Просто продавать спортивное питание, если ты не фитнесняшка, если ты не медийный человек, практически, ну, вряд ли ты его будешь продавать, там, больше, чем на 30-50 тысяч в месяц. Я очень сомневаюсь, что ты сможешь озолотиться. Вот если ты действительно фитнесняшка, то да, у тебя есть большой канал, большая аудитория, там можно заработать, чем, собственно говоря, многие сейчас и заняты. Поэтому, именно поэтому вы видите большое количество этого продукта именно на медийных инстаграм, или ютюб, или перископ каналах. Не просто так, потому что это просто люди, которые зарабатывают на этом деньги. То есть людям придумали продукт, который можно продать на потоке. Вот и все. А поскольку фитнес-индустрия сейчас развивается, собственно говоря, поэтому и продают. Поэтому я не думаю, что этот продукт плохой с точки зрения здоровья, но я и не вижу в нем ничего выдающегося. С точки зрения, с моей точки зрения, я бы его не принимал, потому что есть компания MHP, есть компания Sun Nutrition, есть компания Vader, есть компания Tminlop, у которых есть гораздо лучше продукты. И лучше Energy Pro с точки зрения многокомпонентного белка, с точки зрения общего белкового коктейля, есть огромное количество аналогов. Единственное, что у Energy Pro удобно по поводу пакетиков, это максимум. Но сегодня есть продукты, где есть 60-50 грамм белка многокомпонентного в порции. Поэтому не вижу ничего в этих препаратах такого незаменимого. Ну и последний миф по поводу того, что там меняется состав крови, меняются анализы. Ребят, поверьте мне, вот если вы вообще перестанете, вот вы, например, кушали там мясо, еду какую-то, да, сделали анализ крови, у вас показал такой-то PH, такой-то уровень сахара. Начните есть неделю одни только овощи, у вас изменится состав PH и состав крови, и уровень сахара гораздо все сильнее упадет и выровнится. То есть, на самом деле, если вы будете принимать только, например, Energy Diet, у вас действительно изменится PH и состав крови не потому, что там какие-то волшебные препараты, а потому, что вы просто-напросто не едите того лишнего продукта, который меняет и ухудшает ваш состав. Вы принимаете свои там 18 грамм белка в порции, вы принимаете свои там углеводы, свои там витамины, и не едите больше ничего. Конечно, ваш состав крови будет меняться, это правда, но этот же состав крови будет меняться, если вы будете принимать какие-то другие коктейли, или просто будете ограничивать количество белка и будете есть больше растительной пищи. Поэтому не ведитесь на эти все истории, думайте головой. Ну вот, ну а по поводу принимать-не принимать, решайте сами, нет в этом ничего опасного, нет в этом ничего полезного. Это обычный спортпит, причем ничем не отличающийся. Спасибо, это был канал Невроза Мегаполиса, увидимся, до встречи, пока!